Приветствую вас. Сразу хотелось бы отметить, что какие бы рекомендации вам не давали мы, в части того, как, например, можно общаться с мужчиной, как с ним себя, например, вести и так далее, все равно вам и только вам определять, как это будет происходить. То есть, понимаете, очень важно, чтобы вы вели себя с ним, естественно, очень важно, чтобы вы были самой собой. И я, конечно, понимаю, что вы в него влюблены, я понимаю, что вы очень сильно, может быть, в него влюблены, но и вы также постараетесь понять, что если, например, вы будете слишком сильно, слишком, как бы это сказать, откровенно, слишком настойчиво, назойливо проявлять ему свою инициативу, то ситуация будет такова, что вы мужчину просто-напросто этим оттолкнете. И то, что вы его оттолкнете, сведет ваше отношение на нет. Целиком, к сожалению, и полностью. И тогда мы с вами сделаем один вывод, что не важно, как вы будете говорить, и не важно даже, что вы будете говорить. Важно, чтобы это было для вас естественным. Важно, чтобы это было проявлением вашей собственной модели поведения. Дальше. Вы спрашиваете о том, есть ли какие-то признаки, чтобы понять, будет ли он рад вашему заманку или нет. Ну, конечно, вообще-то, говоря, признаки, конечно, есть. Но, видите ли, каждый человек их проявляет по-своему. И я бы сказал так, что нельзя как-то чересчур увлекаться унификацией и универсализацией реакции людей на приятного человека. Потому что кто-то, например, может легко и спокойно отреагировать на звонок интересного, приятного, важного ему человека. Человека, ну, скажем так, достаточно сухо, достаточно холодно, там, сдержанно и так далее. Святано это, в первую очередь, с тем, какой сам человек. И поэтому вам нужно в первую очередь определить, каков ваш мужчина. Каковы его индивидуальные особенности, какой у него темперамент, открыт ли он, или наоборот, закрыт ли он. Понимаете, если мужчина действительно, вот, открыт, если мужчина открыт, то тогда, скорее всего, в его реакции будут присутствовать такие элементы, такие элементы, как оживленность, радость, возможно, извлечная, там, болтливость, нежелание заканчивать с вами диалог и прочее. Если мужчина же больше склонен к бассивному поведению, то есть, я имею ввиду, замкнут в себе, нерешителен, робок и так далее, то в таком случае, скорее всего, вы встретите реакцию совершенно обратную. Мужчина будет вести себя нерешительно и, вообще-то говоря, по внешним признакам будет казаться, что он вам совершенно не рад. И в этом случае вам очень важно вот это вот правильно понять, вот этот аспект правильно понять, потому что, если вы неправильно интерпретируете то, что с вами, например, случится, если вы неправильно интерпретируете поведение мужчины, то отношения между вами могут закончиться так и не начавшись. Да, но с другой стороны, вот мы с вами сейчас, я надеюсь, пришли к такому решению, к такому выводу, да, что нужно определить характер вашего молодого человека, чтобы с большей долей вероятности предугадать, предусмотреть или хотя бы спроектировать его реакции на вас. Но давайте подумаем немножечко о другом теперь. Вы пишите о том, что вы живете далеко друг от друга. Вы пишите о том, что вы живете, как я понял, в разных городах и общаетесь вы только дистанционно. И если так, то возникает вопрос, а какова перспектива у ваших отношений? Есть ли она вообще, эта перспектива? То есть, имеет ли смысл вам делать все, что вы делаете, да, вы нервничаете, переживаете, волнуетесь, думаете, что сказать, и даже вы задаете вопрос, причем вопрос вы задаете, как я понял, платный, да? Так самое главное в этой ситуации это то, что есть ли перспектива у вас? Если в ваших отношениях перспектива, понимаете? Потому что отношения на расстоянии невозможны в любом случае без, я бы сказал, без возможности встречи. И если этой возможности для встречи нет у вас, или не предвидится ее, то, к сожалению, можно констатировать тот факт, что не имеет смысла вам и проявлять себя как. Потому что, ну, представьте себе, что вам, например, вот, молодой человек, да, понравился. Представьте себе, что вы вот, как сейчас, если я правильно вас понял, вы его любите, да, вы хотите быть с ним, это, в общем-то, понятно. Но, если у вас не будет возможности встретиться с ним, то все это, к сожалению, обречено на провал. И поэтому я очень рекомендую вам, прежде чем, вот, встречаться, да, прежде чем делать какие-то вещи, все-таки оценить здраво, по возможности здраво оценить то, что вы можете ожидать, например, от этого молодого человека. Что вообще вы можете ожидать от общения и от взаимодействия с ним. И если перспектив никаких у вас нет с ним, то тогда определенно, наверное, будет лучше для вас, если вы даже не будете вовлекаться в это. Потому что вам это принесет только негатив и, я бы сказал, переживание и расстройство. Вот. Итак, два основных момента. Значит, первый момент заключается в том, чтобы вы определили, какой ваш мужчина по характеру, какой у вас мужчина по темпераменту, какие у него индивидуальные особенности личности. И, ну, если вы с ним общаетесь, то вы, наверное, знаете, как он себя ведет и как он обычно может, например, реагировать на какие-то вещи. Вы можете даже проверить, дать ему какое-то заведомо радостное переживание для того, чтобы посмотреть на его реакцию. То есть, как он проявит свою радость. А для этого вам нужно точно знать, вот совершенно точно вам нужно знать для этого, что это будет ему приятно. Совершенно точно вам нужно знать, что мужчина, ну, образно говоря, оценит то, что вы для него сделали. Да, то есть, оценка здесь, это не обязательно благодарность и не столько благодарность, сколько именно все-таки процесс проявления радости. Вот это вот вам очень нужно для себя выявить. На этом, я думаю, в принципе, можно закончить, потому что, ну, вам нужно ответить на вопрос, который я задал. И только тогда на основании вот этих вот моментов можно будет говорить о том, собственно, рад ли он, будет ли он рад или нет. А пока ничего такого нет, пока нет никакой информации об этом, то соответственно можно только предполагаться. Не зная человека, нельзя говорить о том, как он отреагирует на любимого, на важного для себя партнера, то есть вас. Далее. Последнее, что мне хочется сказать, это то, что вот вы почему-то придумали предлог для того, чтобы ему позвонить. То есть, заметьте, вы придумали предлог. Не мужчина придумал, не мужчина вам позвонит, а вы. Возникает вопрос. Почему так? Почему именно вы придумали предлог, а не он? Тоже, знаете ли, очень важный момент, потому что вы проявляете инициативу, и вы, если эту инициативу проявляете первой, если вы будете проявлять ее дальше, то вы рискуете просто спать в зависимости от человека, и вы рискуете, что гораздо важнее, сделать ему своего мужчину без инициативным, что негативно скажется на ваших с ним отношениях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok